День города с вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Здесь его называют танком. К Заокскому перед большой водой выдвинулась тяжелая техника. На льдине, как на бригантине. Рязанские экстремалы сплавились по океанам. Чистый город. Дирекция благоустройства приступила к выполнению поручения мэра по уборке Рязани. Накануне прихода большой воды на боевое дежурство у населенных пунктов Заокска и Коростова вышел ПТСМ – гусеничный плавающий транспортер МЧС по Рязанской области. Пока что работы у него немного, но вода с каждым днем прибывает, а значит местным жителям задействовать его все-таки придется. За разгрузку транспортера наблюдал Максим Васильев. Рекогносцировка перед весенним разливом как театр военных действий. Преимущество пока засуши, но вода уже ведет наступление по всем фронтам. До массированной атаки на поселения Заокска и Коростова примерно неделя. По уровню визуально еще метра два, но солнце сейчас играет против. За техническое оснащение. Плавающий гусеничный транспортер – реальная помощь местным жителям после прихода большой воды с абсолютно понятным функционалом. В период половодия данное техническое средство используется для перевозки людей, а в случае необходимости для доставки их к катеру. Грузоподъемность на воде 10 тонн, при перевозках по суше 5. Вблизи амфибия – настоящий гигант. Впрочем, в этих местах тяжелая техника не в диковинку. На защиту сельских рубежей ПТСМ выходит уже третий год. И здесь уже знают, как его использовать для нужд сельчан. Мы ее называем «танк» в простонародье, потому что, правда, техника очень хорошая. Если мы вспомним 2013 год, что вот где сейчас я нахожусь, здесь была вода. И вода была, уровень воды был где-то высотой 2-2,5 метра. Эта техника, она будет предназначена, если за хлебом ехать, потому что под Шумушью там будут, в Шумушь будут приезжать машины именно с продовольствием. Ну и они будут, вот этот вот ПТС будет доставлять продукты сюда. К месту временной дислокации амфибия двинулась своим ходом. Площадкой для нее станет огород одного из местных жителей. С хлебом и продуктами в Заокском пока порядок, а время гусеничного транспортера еще придет. Совсем скоро, судя по сводкам метеорологов. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сильный разлив, который прогнозировали специалисты из-за большого количества выпавшего снега, действительно наступает. Коростово и Заокское традиционно отрезают от остального мира. Весной на некоторое время села превращаются в острова. Чтобы обеспечить безопасность жителей, когда добраться до них станет нереально, ведомства заранее отправляют дежурные группы на участки подтопления. На днях вода уже покрыла дорогу из Заокского. С каждым теплым днем уровень будет повышаться, и через некоторое время проехать к селам будет нельзя. Поэтому пожарные машины с личным составом заранее отправились в села, где и будут дежурить до окончания половодия. В первую очередь, ваша задача по прибытию в населенный пункт, в местность локации, необходимо будет организовать связь с центральным пунктом пожарной связи, проверить необходимое пожаротехническое вооружение, готовность к реагированию, и в случае поступления каких-то сообщений через ЦПС, либо от населения, немедленно реагировать на возникающие пожары, при поступлении сообщений также необходимо сразу доложить на центральный пункт пожарной связи. Несмотря на то, что жители сел оказываются окруженными водой, от чрезвычайных ситуаций, к сожалению, никто не застрахован, и в случае ЧП рядом с ними будут профессионалы. Каждый год при повышении уровня воды в реке Ака, отрезание населенных пунктов Заокского коротства, как у нас, как бывает в Рязанском районе, мы направляем пожарную технику для обеспечения пожарной безопасности данных населенных пунктов, а также оказания помощи населению. Данный автомобиль оснащен пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием, в соответствии с установленными требованиями, имеются ручные лестницы, пожарные стволы ручные, лафетные стволы, для проведения работ по организации тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. Автоцистерны на базе Урала. Этой техники должно быть достаточно для того, чтобы сотрудники вовремя среагировали на возникшее ЧП. Ну, емкость цистерны 6 тонн, производительность насоса 70 литров в секунду, это отображается частота вращения рабочего колеса насоса, давление показывает обороты, есть уровень емкости пенобарта. Станет ли половодие в этом году небывало крупным, каким его предвещают специалисты, или нет, к любому развитию событий сотрудники МЧС уже готовы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани сбили 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось 5 апреля на улице Попова вблизи дома номер 18. Подробности расскажет Олеся Котровская. Группа детей шла из школы по тротуару, играя балусь друг с другом, девочка выбежала на проезжую часть между двух припаркованных транспортных средств. Водитель, увидев ребенка, который неожиданно оказался на дороге, применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. 5 апреля в 13.30 в городе Рязани, вблизи дома номер 18 по улице Попова, 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Делл», совершил наезд на 9-летнюю девочку. В результате происшествия девочка-пешеход получила травмы. С переломом голени она была госпитализирована в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Всего за три месяца на дорогах Рязанской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых два ребенка погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести. 3 апреля, приблизительно в 17.35 в Сараевском районе, на 54-м километре дороги Сапожок-Сарай-Борец, 16-летний местный житель, управляя мотоциклом БАРС, по предварительной информации, при начале движения с обочины не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Шевроле Авиао» под управлением 53-летней местной жительницы. В результате происшествия ребенок-мотоциклист получил телесные повреждения. Как выяснили сотрудники ЕБДД, мотоцикл несовершеннолетнего водителя не был зарегистрирован, а сам он не имел права управления транспортным средством. Олеся Катрувская, телекомпания «Город». Городские службы занимаются уборкой Рязани круглый год. И после зимы город также должен преобразиться. Поэтому сейчас с наступлением теплой погоды настало время для выполнения тех работ, которые можно проводить при плюсовой температуре. Валерий Седов расскажет подробнее. Работа на Московском шоссе кипит во всем. Как только погода на улице стала плюсовой, городские службы приступили к уборке Рязани. Сейчас, например, часть сил брошена на мытье центрального забора на Московском шоссе. Это на минуту самое большое разделительное ограждение. Едем мы в два экипажа, работают два керкера, три человека. Стоит машина заправочная, чтобы мне техника не уезжала, и нам сделать больше объема по уборке. На сегодня план полностью промыть этот участок. С утра уже проехала техника, которая очистила колеса от бойники. А вскоре приступят и к очистке пешеходных ограждений. Моется он регулярно практически, по состоянию загрязненности забора. То есть мы его опять же, сейчас мы его моем. Например, если он будет загрязнен, мы его опять перемываем. Глава города Елена Сорокина дала поручение провести генеральную уборку городских территорий до 1 мая. Она подчеркнула, что в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной очистке должны быть задействованы все силы и максимальное количество техники. Дирекция благоустройства города уже приступила к промывке тротуаров и ограждений. Особое внимание будут уделять уборке остановок общественного транспорта. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Россию упростят оформление материнского капитала на выплаты для детей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В настоящее время в ведомстве разработан проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до трех лет на первого и второго ребенка. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в Минтруде, благодаря нововведениям упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом Пенсионного фонда России в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала. Двое рязанцев решили отдохнуть необычным способом. Они прокатились на льдине. Притом поступок это был не спонтанный. Все путешествия молодые люди тщательно продумали. Валерий Седов пообщался с героями регаты. Это видео появилось совсем недавно, но уже успело облететь весь интернет. Герои на льдине рязанцы, для которых это путешествие стало простым сплавом по реке. Дина у нас делала вот такие вот движения, потому что был легкий ветерок и маленькие-маленькие волны. А в целом мы врезались в берега, ну как бы потихонечку так, и она немножко крошилась, разламывалась, но не так, чтобы пополам. У мужчин на ледяном плоту были и спасательные жилеты, и веревки, и даже небольшая шлюпка. Но последняя не для самоспасения, а на случай, если понадобится сложить в нее вещи и пустить следом за льдиной. Все путешествие они продумали заранее. Все, встретились с другом в субботу, такие, пойдем, пойдем. Все, взяли бензопилу, отпилили на следующий день кусок такой хорошей льдины, и да и погнали. То, что звучит легкомысленно, требует большой подготовки. Льдина годилась не каждая. Выбрали площадью 5 на 10 метров. Ну а дальнейшие приключения известны всему интернету. Вопрос был только с конечной точкой маршрута. Заранее ее не продумали, просто знали, что место для остановки начнут искать с 5 часов вечера. Льдина планы изменила. Начала трескаться пополам в 4. Выбрали один момент, немножко поработали везд, где-то полчаса, и уже вот так вот поближе к берегу уже приблизились, и у нас было всего лишь 5 секунд, чтобы выбросить вещи и выброситься самим. То есть прямо на ходу мы выбрасывали вещи вот так вот на берег, чтобы их потом собрать. Пока я выбрасывал, льдина уже разрушалась, она подо мной проваливалась, то есть я вот так вот по пояс проваливался, вылазил, снова бросал вещи, и там уже на третий раз я уже прыгал, ну по сути в воду, потому что до берега было где-то метра два. Сам Кирилл Буженин свое путешествие на льдине путешествием не считает. Для него это просто способ провести выходной. Кирилл путешественник, который любит на суше прокатиться на мотоциклах и по воде, на яхтах и лодках. Сплав Паке и вовсе хочет сделать ежегодной традицией, но своей. Я знаю точно, что такие подвиги, подвиги, они совершаются во многих городах случайно, рыбаками. Но это же ведь так у них не задумано, а у нас это спланировано и задумано. Не стоит это повторять, конечно. Но я не хочу быть примером, так что да, думайте сами, конечно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин